Хотя Польша и не является страной с древними и сложными традициями потребления кофе, этот напиток здесь тоже очень любят. И сегодня я отправлюсь в самый древний в стране обжарщик кофейных зерен, в котором до сих пор можно выпить чашку ароматного кофе. В Польше самый старый обжарщик кофе находится Чецени. Это фирма, которая называется Corona 1912. Как бы название оно немного намекает на год основания этой компании, но на самом деле нет. Corona тоже до конца не знаю от чего происходит эта часть названия, но это еще там немецкая изначально фирма. Может действительно были какие-то тоже причины так назвать, но 1912 это просто год, когда была построена каменица или то здание, где всегда находился этот обжарщик, но изначально там ничего связанного с кофе не было. Это был такой довольно обычный доходный дом, а на том месте, где, собственно говоря, потом уже появилось кофейное это заведение, изначально находилась конюшня. И только там спустя более чем 20 лет, в 36 году, с некоторыми даже конфликтами с жильцами этого дома, там открылся обжарщик кофе. Причем, что интересно, изначально он работал только два часа, потому что жильцы, они боялись, что будет шумно и будет мешать жить, в принципе, это производство. Хотя мне вот кажется как-то странно, что конюшня более 20 лет там не мешала ни запахами, ни шумом, а когда решили переделать под обжарщик кофе, то все начали бояться, что будут большие неудобства. Правда, неудобства не оправдались, и уже там через несколько лет там компания стала работать не два часа, а больше. Но да, действительно, она появилась не так рано, как можно было бы подумать из названия этой компании. Честно говоря, я не всегда люблю такие места, которые славятся какими-то самыми давними традициями или чем-то таким вот исключительным, отчасти заточенным под туристов, потому что нередко ожидания, они не оправдываются. Да и тоже минутка скепсиса, она и о том, как вообще этот обжарщик кофе, он стал самым старым в Польше, ну, по крайней мере, самым старым из тех, которые работают в Польше непрерывно. Потому что даже когда он открылся, то есть в 30-е годы 20-го века, в одном только счетцами было около 30 подобных мест, но по всей Польше, понятное дело, что их было масса, огромное просто количество. И тут, мне кажется, что не будет преувеличением сказать, что для, по крайней мере, имиджа этого места на руку сыграло окончание Второй мировой войны, потому что послевоенные годы они привели к тому, что в Польше был запрет на продажу кофе. На продажу запрет был, но на обжарку кофе не был. И вообще, я так понимаю, что в этот период большинство, скажем так, мест, которые ранее обжаривали кофе, они и закрылись, но именно с короной 1912 тело стояло несколько лучше, у них дела шли более нормально, скажем так. Да, менялись управляющие еще тогда, но потом уже после смены политической системы в Польше тоже и владельцы тоже менялись, но действительно так и не прекращалась обжарка, ну, по сути, производство кофе в данном месте, начиная от его основания. Более того, объемы они только увеличивали. Не так давно здесь тоже поменялся владелец этого места, по-моему, в 2016 году, и мне кажется, что именно сейчас сделали такой, отчасти, больший упор на то, что это место такое древнее, с историей, что, по-своему, немного странно, потому что буквально перед продажей места и передачей его новому владельцу, собственно, обжарочная машина, которая действовала там действительно в 30-х годах, она тоже была продана, и сейчас обжаривается кофе уже в абсолютно новом месте. Сейчас кофе Corona 1912 можно купить в разных частях Щецина и в обычных магазинах, но есть также и один фирменный магазин, который, собственно, и находится в том самом месте, где происходит обжарка этого кофе, где в 36-м году этот обжарщик и открылся, собственно, в той самой каменице или в том самом доме, что тоже добавляет некоторый интерес к этому месту. Кроме фирменного магазина, там есть также и такая небольшая кофейня, где можно сразу же попробовать этот кофе, ну и выбрать из нескольких видов кофеи дёрен, именно тот, который можно привезти с собой, купить себе, и это довольно интересно. Правда, когда заходишь в это место, то видишь абсолютно новую современную кофейню, которая особо-то связи с прошлыми годами визуально и не имеет. Причём ещё один такой забавный был момент, что, да, с одной стороны, я пришёл довольно рано, там буквально минут 10, как они открылись, и мне сказали, что они вот ещё до конца не открылись, поэтому можно сделать кофе только в бумажном стаканчике. Я до конца не понимаю, по какой причине нельзя сразу подать кофе в кофейной чашке, но так или иначе, мне сразу вспомнился небольшой такой фильмик о турецком кофе, и там был один из таких уже пожилых мужчин, который говорил, что я никогда в жизни не пил кофе из бумажного стаканчика и никогда этого не сделаю. И мне почему-то сразу вспомнился этот момент, момент такой, наверное, отчасти связанный с историей, и, да, во многих местах я бы вообще не обратил внимания на то, что там этот стаканчик бумажный или не бумажный, но когда ты заявляешь, что у тебя такое самое старое место с историей, и потом подаёшь кофе в бумажном стаканчике, это выглядит как минимум немного странно. Тем не менее, место достаточно неплохое, явно можно зайти сюда на кофе, и что мне особенно нравится в Короне 1912, что, по моему мнению, это такой сувенир, который можно с удовольствием привезти себе домой, если ты побывал в Щецине. Да, на мой вкус, может, в этом кофе и нет ничего такого уж совсем особенного, но когда ты приезжаешь откуда-то, то всегда хочется привезти что-то с собой. Понятно, что есть какие-то там магнитики, открытки и что-то подобное, но интересно привозить и что-то, что можно там кушать или пить, и, по-моему, кофе это такая прекрасная опция, да, прекрасный вариант того, что можно себе привезти, и потом на протяжении какого-то время пить уже дома. Я купил тоже самый, скажем так, стандартный их вариант с такой красной упаковкой в Корона 1912. Мне сразу же и с Молоны этот кофе на месте. И в таком разрезе, в таком контексте, это, конечно, великолепное место, которое придает тоже, вносит свою лепту в общий вид счетца, на общее ощущение от поездок в этот город. И я, наверное, за то, чтобы не ожидать от этого места чего-то супер-выдающегося. Возможно, не ожидать даже от него того, что сами заявляют ребята, владельцы этого места на сайте. Однако, если приходить без каких-то высоких ожиданий в это место, то можно действительно получить большое удовольствие от посещения этого места и уехать из Щецина со своим таким необычным сувениром. На этом сегодня все. И увидимся уже в новых роликах.